Сессия называется «В ритме инноваций. Технологии будущего как драйвера отрасли». Мы будем говорить о новых возможностях, которые открываются перед операторами, разумеется, перед поставщиками решений, которые эти технологии предлагают, и как эта инфраструктура будет уже регулироваться сейчас, как она будет регулироваться дальше, и что это значит для нас с точки зрения бизнеса, операторского, вендорского бизнеса, и что это значит для нашего общества. У нас не чисто бизнесовая сессия, у нас присутствуют и регуляторы, у нас присутствуют представители государственных организаций, поэтому мы посмотрим на картину гораздо-гораздо шире. Будем говорить про технологии Big Data, облачные технологии, будем говорить, продолжим или подведем на сегодня черту под 5G, что мы имеем сейчас в мире в первую очередь, и что мы будем иметь, возможно, в России в ближайшие годы. Также будем говорить про искусственный интеллект, машинное обучение, и про облачные технологии. Первое, о чем хотелось бы поговорить, как и говорил 5G, уже говорили много про частоты сегодня утром. Если будут мнения, кому-то хочется добавить еще из наших уважаемых спикеров, мы готовы также услышать еще, надеюсь, дополнительную информацию или подтверждающую то, что мы уже слышали. Но в первую очередь хотелось бы услышать о мировой практике. 5G уже реальность, уже имеются коммерческие внедрения, уже можно подводить первые, не то что итоги, но делать первые предварительные выводы о том, как это работает, какой экономический эффект это дает. И я бы попросил наших представителей международных организаций в первую очередь высказаться сперва. Себастьян Толстой, Эриксон. Как заметно, что в России по-насящему хорошо развитые услуги рынок сотовой связи, и аппараты действительно используют новейшие мобильные технологии и предлагают очень доступные тарифы по оценке Лосаныча, даже, наверное, слишком доступные. Но то, что хорошо население, это, наверное, тоже хорошо стране. Но сейчас, к сожалению, есть много неясностей в стратегическом направлении этой отрасли. Мы много об этом слышали сегодня утром. И это неясностей вызывает сомнения тоже относительно перспективы рынка. Но то, что, естественно, хорошо, это, что Россия не одинока с этими вопросами. Эти вопросы везде, в каждой стране. И сегодня я хотел поэтому рассказать чуть-чуть о нашем опыте, мировом опыте компании Эриксон. Хочу начинать, что на прошлой неделе правительство Южной Кореи объявило, что инвестирует 26 миллиардов долларов в развитие технологии 5G на всей территории страны к 2022 году. Они уверены, что технология 5-го поколения объявлена как главным драйвером роста. И она позволит создать 600 тысяч новых рабочих мест и получить от экспорта 73 миллиарда долларов к 2026 году. Это в каком регионе? Это в Южной Корее, по данным правительству. Другой лидер это США, который стратегия развития, как софиксированная в меморандуме, подписанная президентом Трампом. И для этого в ближайшие годы планируется инвестировать около 20 миллиардов долларов. И это только в сельских районах. Поэтому легко понять, что лидеры страны двигаются очень быстро и очень серьезно. У них есть очень ясный приоритет, что они хотят делать в области 5-го поколения. И это значит, что для нас здесь, в России, временно раздумья не остается. Потому что в мире всем очевидно, что 5-го поколения – это фундамент для цифровизации. И в России также, конечно, согласны с этим, если что это сегодня. И мобильные технологии, мы уверены, что 5-го поколения необходимы для реализации 12 национальных проектов президента Путина. Хотел бы дать один пример. Если возьмем национальный проект «Жилье и городская среда», то можно тоже смотреть на США. Есть там технология «Fixed Wireless Access». Сначала эти модемы были слишком дорогие, и поэтому нет бизнес-кейса для России. Но сейчас быстро снижается цена, вот это оборудование. И этот сценарий может поэтому быть интересен тоже в России. Но главное сейчас не подряд время, так как сомнения ведут к отставанию от лидеров. И сегодня ключевая проблема, как мы все очень ясно слышали сегодня утром, это выделение частотного спектра для новых сетей. И есть несколько подходов к этой проблеме, и в разных странах она решается по-разному. Однако все страны уже работают над выделенным спектром. У них поставили очень четкий приоритет, что они хотят делать. И, например, в Бразилии, Франции и Польше сейчас диапрессионные 3,5 ГГц, так как в России используют другие организации под другие технологии. Они решили это расчистить, чтобы это передать в мобильную отрасль. Но хочу добавить, это то, что немного об этом говорили сегодня, это что в дополнение к новым частотам нужно тоже разрешить использовать существующие частоты. И здесь Эрисон предлагает уникальное решение, так называемое ESS, Dynamic Spectrum Sharing, которое позволяет одновременно поддержать абонентов четвертого и пятого поколения в одном диапазоне, одновременно. И это обеспечивает плавную трансформацию технологии. Хочу еще один отличный пример делиться с вами. Это распределение частот именно в Японии. Там все четыре оператора получили лицензии пятого поколения. И там поставили тоже обязательства на покрытие и по безопасности. Себастьян, давайте, раз мы зашли с удачных примеров, для того, чтобы как раз поддержать динамику и перейти на наш рынок, предлагаем коллегам представить, что вопрос с частотами так или иначе решится в рыночную пользу в любом ее проявлении. Но сейчас нужно понять, ради чего мы так стараемся. То есть решаем разные регуляторные вопросы для того, чтобы обеспечить какой-то новый рынок, новое применение, новые технологии связи. Есть предложение поговорить об этом. Может быть, Анна или Арташес начнут со слов о том, что наши операторы будут делать тогда, когда частоты 5G в каком-то виде у них появятся более или менее, и как они это видят. Что касается частот, здесь нельзя обойти эту тему. Можно говорить о конверсии, об использовании различных диапазонов и так далее. Но у нас, у основных операторов, частоты заканчиваются. Поэтому выделение новых частот – это необходимость. Не только для того, чтобы развивать 5-е поколение, но и для того, чтобы продолжать развивать ЛТЕ. И об этом, мне кажется, сегодня утром уже говорили. И не нужно думать о том, что мы можем этот вопрос каким-то образом замолчать или обойти. Это критически важно для развития отрасли в целом. И не только с применением новых стандартов, но и текущих. Поэтому полоса 3438 по-прежнему нужна рынку, по-прежнему нужна операторам. Так как юзкейсы, которые появляются или будут появляться, они будут требовать более широких полос и, понятно, меньшей задержки, которую 5G обеспечивает. Какие это будут юзкейсы? Конечно, это будут в основном юзкейсы в области IOT или Mission Critical IOT. Это автоматизация производства, беспилотный транспорт. Вы все эти кейсы знаете, просто некоторые из них находятся в области футуристической. Но у того же Эриксона уже ездят по складу, и они это показывали в Барселоне, реально автономные грузовики, которые развозят, не знаю, что они разводят, что-то на склад. Но это реальное применение. И это нам нужно, как России, в первую очередь для промышленных производств. Когда работы осуществляются в сложных, тяжелых условиях, где людям сложно работать, то, конечно, это нужно. И будут, безусловно, и юзкейсы в области B2C. Это игры, дополненная реальность. Об этом вы тоже знаете. Индустрия развлечений имеет очень большую тягу на это. Но для того, чтобы юзкейсы начали лавинообразно развиваться, нужно создать возможность. Для того, чтобы создать возможность, нужно, например, разрешить нам продолжать пилотировать эти технологии в тех частотах, которые есть. И, конечно, без того, чтобы государство поддерживало и стимулировало операторов к тому, чтобы они экспериментировали, ускоренного развития мы не получим. Я параллельно еще возглавляю рабочую группу информационной инфраструктуры в рамках цифровой экономики. И могу сказать, что самые горячие вопросы, которые мы там обсуждаем, это концепция развития пятого поколения и концепция развития интернета вещей. Вот за этими двумя темами и их объединением будущее. И, конечно, стимулировать развитие и поддерживать эксперименты операторов необходимо. Безусловно, мы до конца сами не понимаем те юзкейсы, которые возникнут вследствие внедрения 5G. Но то, что, с моей точки зрения, наиболее интересно, это, конечно, развитие области больших данных. Здесь Джао Лей, он мне долго рассказывал о том, как отличается с точки зрения своих технических параметров базовая станция 5G от базовой станции 4G. И я бы хотел сказать, что с моей точки зрения ее технический аспект, он отличием ключевой. Когда базовая станция может единовременно на себе держать до, поправь меня, если я не прав, до миллиарда устройств, в отличие от нынешней, которая после 500-600 устройств, в принципе, уже когда, так сказать, испытывает определенные сложности с передачей данных, мы в первую очередь говорим об огромной емкости, об огромной возможности потреблять данные, которые мы можем использовать совершенно в разных направлениях, о которых на сегодняшний день мы, может быть, даже до конца еще и не имеем представления. На сегодняшний день у нас продукты в области больших данных используются уже активно в определенных отраслях, уже очевидно дают существенные качественные экономические улучшения финансовой отрасли, в розничном банкинге, в страховой отрасли, в телематике, в очень-очень разных направлениях. Но когда мы говорим о том, что мы можем получить в сотни, в тысячи, в десятки тысяч, в миллионы раз больше данных, мы, конечно, открываем для себя дверь в будущее. И, конечно, это очень важный вопрос, открыть эту дверь вовремя и успеть туда вовремя зайти. Поэтому, с моей точки зрения, одна из наиболее значимых областей, которая очень существенно повлияет на жизнь социума, а не телекомотрасли, на жизнь экономики, индустрии, которая поможет не только оптимизировать промышленные производства, но и на самом деле существенно качественно улучшить жизнь человека в нашей стране. Это, конечно, область развития больших данных, потому что их применение, безусловно, уже очевидно и очень практично. В начале моего сегодняшнего речи, в открытии, я разучил пару цифр, я их повторяю. До вчерашнего числа мы завершили подписание 40 в мире, 40 коммерческих использований контрактов на поставку оборудования, на реализацию проекта в мире глобально. В том числе 23 из Европы и 12-13 в середине Востока. Остальные в Азии. И до конца этого года ожидается в районе 150 тысяч базовой станции. Я беру, например, допустим, в Москве, у оператора, не буду назвать у кого, средняя цифра логистических сайтов в Москве, в городе Москве, внутри МГАДА, в районе от 12 до 15 тысяч базовой станции. 150 тысяч равномерно, как части Москвы. До конца года реализуется в мире. Конечно, тут вкладывается не только наша компания, еще и наш коллега, который рядом, недалеко от меня сидит. И он тоже приносил, например, в Южной Горее. Может быть, всем известно, читали, что 4 числа апреля данного года, этого месяца, в Горее три оператора мобильные. Это СКТ, КТ и RDIO+. Параллельно в одной день собрали всех, например, в конференции объявили коммерческое использование для обычного народа услуги 5G. Она уже все озвучила, она уже приносила. Это CloudVR, это CloudVR. В корее любят, они пейсбол любят, они горф любят, они VR-гейм любят, облачный гейм любят. Поэтому там стало популярно. И параллельно в Англии, на то имеется, мы тоже запустили такой видеозвонок, который через 4 оператора. 4 оператора на одной видеозвонок при использовании 5G-услуги. Это все кейс принесет нам понятие в чем. 5G — это уже не следующий поколение. 5G — это нынешнее поколение. Я тоже полностью согласен и поддерживаю слов от Алексея Корня и Василия Лосонича. То, что они говорят. На самом деле, пока мы не получим, закрываем двери, будем говорить, что хорошая поддержка от регулятора, а чистки хорошей частот, которые сейчас популярны и более такой выгодны, будем оставивать российское 5-е поколение. Это неправильно. На самом деле, я тоже, например, приношу в Китае на данный момент уже начали массовое строительство 5-го поколения сеть в 35 крупных городах. В Китае есть 31 провинция. Значит, в каждой провинции, в столице каждой провинции массовое строительство 5-го поколения начали. И выделено частот, допустим, у тебя на мобайле, там 180 мегабайт. Они в Сибан, они не в Сибан, они в 2,6. В 2,6 у Ана мегафон есть, у всех операторов есть. Мы никак не можем от вопроса частот уйти. Понятно, что, в общем, это можно организаторам предложения организовать конференцию частоты для 5G. Я думаю, что спонсоров и участников у вас найдется как минимум… Четыре. Три. Нет, три. А можете четыре. И регуляторы. И по словам еще в чем, 5G это не только среди поколения связи, это экосистем. Экосистем не только в разных областях, допустим, добывающая компания, там в Ямале, там много добывающих компаний, там много связей нет, там много такие добывающие машины, которые надо удаленно управлять. Водителя не найдешь. Такие кризис много и везде. Еще экосистем в чем? Строительство. 5G это не чисто, типа, это смартфон, который поддерживает 5G, это не чисто базовая станция, которую мы будем на мачту, на башню ставить. Это еще строительство, это проектирование. Это всякий большой экосистем. Мы надеемся, что 5G рождается в России, в Москве быстрее и экосистем развивается тоже быстрее, приближается к нам. Как мы слышали на предыдущей панели сессии, стоимость хардвея стремительно падает. И в любом продукте, в том числе и телекомовском, составляющая интеллектуальная, маркетинговая, дизайнерская, она весит уже давно более половины. Поэтому, когда мы говорим о IoT, о наших замечательных частотах, которые то дадут, то не дадут, то не пойми кому, мы должны понимать, что дело вовсе не в базовых станциях, датчиках или каких-то иных железячных элементах. У рынка IoT барьеры гораздо более комплексные и сложные. И именно преодоление их способно обеспечить фазовый переход с точки зрения юзер-экспириенс нам, как потребителям. И с точки зрения трансформации бизнеса, ухода от концепции трубы в какие-то следующие телекомовские парадигмы, маркетплейс, платформа, не все коллеги даже до конца определились, как себя называть. Но очевидно, что телеком-бизнес это что-то уже другое, а что всем предстоит сформулировать, в том числе после того, когда мы определимся, что же такое IoT и как на нем зарабатывать по-настоящему большие деньги. Давайте я в двух словах расскажу, что делают институты развития, государства, как они с позиции РВК, конечно, не репетируются. Алексей Николаевич, только просьба в двух словах, вы знаете, что у нас очень плотно. Да, я очень стремительно. Наверное, барьеры можно разделить на три типа. Это регуляторика и стандартизация. В этом смысле можно порадоваться появлению, наконец-то, российского стандарта, принятого специальным техническим комитетом, киберфизические системы, в том числе на базе, не могу не сказать, РВК, у нас появился в стране стандарт, на базе которого устройства смогут взаимодействовать правильно в рамках регуляторного поля. Второе блок, который совершенно необходимо выделить, это, конечно, взаимодействие. На базе Сколковского университета функционирует специальный центр компетенции, который позволяет корпорациям, стартапам, общественным организациям, институтам развития функционировать, находить вот те модели, ту экосистему формировать, те роли определять, без которых выстроить в одно лицо или в одно одноходовое партнерство такие сложные рынки невозможно. И третий элемент, это, безусловно, поддержка венчурного рынка. Опять-таки было сказано на предыдущей сессии, что телекомы, они зачастую продуцировать инновации, как любые крупные корпорации внутри своего корпоративного тела не могут. Им нужно опираться на предпринимательский рынок, на стартапы. И зачастую первичные риски они на себя также брать наготовы, как любые корпорации. Логика здесь единая, глобальная. Поэтому поддержка венчурного рынка, например, через создание венчурных фондов, акселераторов, где риски, и финансовые затраты делятся вместе с партнерами, например, с государством, является таким секретным соусом, позволяющим и этот барьер системно снимать для всего рынка. И вот известен уже с 2014-2015 года, часто начал он применяться именно как акроним, уже полное определение. И вот все вы знакомы с гаркнеровским хайп-кюрв. И в 2015 году мы увидели, что наконец-то интернет вещей достиг своего пика и начал с хайпа потихонечку спускаться на плато. В прошлом году он вдруг исчез просто с этого хайпа и появился уже недавно в качестве платформы. И опять он только двигается к верхушке хайпа. То есть произошло осознание, что телекомовская часть интернета вещей – это не самое главное. Надо, чтобы вещь, чтобы у этой вещи было, что сказать миру. А второе – должно быть утилитарное назначение этих данных, которые оно передается. То есть сейчас это не зря появилось в качестве платформы. Сейчас насчитывают, технология еще не устоялась, 8 уровней от датчика, кончая AI и моделью. И вот здесь телекомовская часть оказалась самой легкой. Дальше все операторы, ну что ж, господи, для нас новый рынок, все понимают, что традиционные услуги, но рост, мягко говоря, замедлился, инвестиционная составляющая, естественно, у всех операторов уменьшается из-за этого. А интернетом вещей мы будем все заниматься. Так вот, следующая публикация, которая несколько всех отрезвила, а кто готов работать на всем рынке, определив интернет вещей, как поле деятельности. Оказалось, только пять операторов финансово способны создать универсальную платформу. Следующий этап – все решили, давайте мы выделим специальные вертикали, на которых мы будем специализироваться. И появилось слово «foundering», вот эта вещь, где мы будем покупать стартапы, где мы будем делать все, и в конечном итоге нам будет счастье. Но счастье не пришло, потому что есть фундаментальные противоречия между операторским бизнесом, которым он был вчера, теми компетенциями, теми активами, в которые были вложены деньги, и вот в этом новом открывающемся рынке, на первый взгляд он кажется очень простой, но на самом деле он оказался очень сложным. И теперь все пришли к пониманию, что интернет вещей – это на самом деле аппликация. То есть это все-все уровни. И вот быть внизу пищевой цепочки, оно сегодня непозволительно, рынок-то он не сложился. То есть можно построить сеть интернета вещей, connectivity, но если вы посмотрите на разных, по-разному сегодня это транслируется, это 10% возможного дохода и трудозатрат, которые вам требуются для того, чтобы обеспечить интернет вещей. 10%. Я сейчас не говорю там это, ну во-первых, сегодня нет ни одного стандарта, который бы покрывал и будущий 5G тоже, покрывал все возможные приложения, которые нам потребуются. Кто-то специализируется на низком потреблении, да, и там жизни без питания годы и годы, да, кто-то специализируется на скорости, кто-то специализируется на расстояниях и так далее. То есть технологии можно гордиться, у нас есть национальный стандарт, не национальный стандарт, но на самом деле всех интересует сегодня, клиентов особенно, потребительские свойства тех услуг, которые предоставляются. И здесь понадобится все, что мы имеем как операторы, да, и плюс те самые бигдата, которым, я надеюсь, мы перейдем, да, в двух ипостасях, мы уже научились изучать клиентский опыт по бигдата, а вот теперь мы должны представить эти бигдата для наших клиентов, для промышленности, да, и в скором времени может быть и для потребительского рынка. То есть может ли оператор это все охватить? В моем понимании на сегодня нет. Экосистема – это не оператор, да, это возможность, союз комплементарных предпринимателей, по сути дела. Важно понимать, что на сегодняшний день в портфеле, пожалуй, всех операторов, я сейчас буду говорить о вампелкоме, очень активно развиваются новые сервисы, новые продукты, и та динамика, в том числе и достаточно ровная, которая есть в целом по рынку, она очень разнонаправлена. Есть классические сервисы и услуги, которые действительно показывают отрицательную динамику, но есть те сервисы и услуги, которые растут двузначными темпами. Почему я сказал о том, что бигдата, в принципе, одна из наиболее интересных областей для развития телекома, и почему я очень верю в то, что это сильно повлияет на другие индустрии. Очень практичное отношение. Три года назад наша выручка по бигдате была абсолютно нематериальна для нас, там меньше 100 миллионов рублей, были какие-то проекты, идеи, мы, в общем, на все это замечательно смотрели, но не было никакого экономического интереса. В 2019 году, я сейчас не хочу какие-то делать заявления или стейтменты, но тем не менее мы уже хотим заработать в натуральном выражении по живым контрактам для внешних партнеров и клиентов около миллиарда рублей. Безусловно, это не 300, не 400 миллиардов, это не триллионы, но надо понимать, что все это в большинстве своем пилоты, которые позволяют развиваться другим индустриям. О каких конкретно продуктах бигдата идет речь? Для того, чтобы не говорить в целом о том, что это бигдата и как она, так сказать, замечательно может развиваться, а очень предметно приземлить эту дискуссию. Есть три основных продукта, которые являются наиболее популярными. Они потребляются в том числе некоторыми здесь присутствующих. У нас аналитический центр при правительстве Российской Федерации очень активно геоаналитику потребляет. Есть продукты, такие как лидогенерация, скоринг и верификация, которые являются одними из наиболее потребляемых, наиболее растущими розничными банками. Это продукты, которые демонстрируют, насколько, если можно так выразиться, действующая консервативная банковская скоринговая модель несовершенна в соотношении с тем, что может дать этой модели бигдата, которую может предоставить телеком. То же касается страховой отрасли. Мы знаем о том, что в стране достаточно длительное время была серьезная напряженность с ОСАГО, долго обсуждались тарифы и так далее. Сейчас одним из самых крупных клиентов по верификации, по определению качества своих потенциальных потребителей нашей компании является компания Росгострах. Если говорить о том, как это влияет в практическом поле, очень просто. Благодаря обезличенным, серьезно проработанным математическим моделям, с вероятностью более 90% можно определить, насколько человек склонен к риску и, соответственно, насколько высока вероятность наступления у него дефолта или страхового события, или невозможность возврата займа, или любого другого события, которое так важно для предоставляющей услуги финансовой организации. Поэтому, если, опять же, вернуться к вопросу, являемся ли мы трубой, что мы с этим делаем, это одно из направлений. На базе бигдаты очень активно развиваются сервисы, связанные с нейронными сетями, с искусственным интеллектом. Мы в конце прошлого года запустили в области диджитал-рекламы, когда мы берем смартфоны, кстати, для понимания, на земле смартфонами уже пользуются порядка, по-моему, пяти с половиной миллиарда человек. Вот мы, когда человек пользуется смартфоном и заходит на какой-то определенный сервис, способный с пониманием его профиля предлагать ему ту услугу от того провайдера, который он, а, готов купить, и, б, которое ему интересно. Конверсия в продаже просто сумасшедшая. Экономия на рекламном продвижении достигает 50-60%. Абсолютно новый рынок, мы, в принципе, здесь конкурируем с рекламными агентствами, там никакой конкуренции, так сказать, с телеком-операторами здесь вообще нет. Поэтому, конечно, IoT – это одна из частей. Для меня ее основная ценность, я уже об этом говорил, так же, как и вижу, очень большой перспективу с точки зрения внедрения 5G и масштабизации всего этого. Это сбор данных. Потому что то, о чем я сейчас говорю, два года нам даже не приходило в голову. А теперь вдумайтесь, ставка по кредиту, к примеру, в каком-нибудь замечательном клиентоориентированном банке, как Сбербанк, например, 12-11%. В принципе, для большинства людей это неподъемные деньги. Почему такая ставка? Потому что каждый платит в среднем за всех. Кто-то вернет, и в принципе он мог бы взять эти же деньги под 8%, а кто-то не вернет, и ему надо было давать под 25%. Благодаря таким продуктам можно таргетировано, кастомизировано выдавать кредиты, продавать страховые полисы, продавать, не знаю, смартфоны, турпутевки, все что угодно. Поэтому я еще раз хочу повторить, телеком на сегодняшний день и в МПЛКОМ, и насколько я вижу и чувствую по плечам других операторов и так далее, уже давно перестал быть трубой. Но, конечно, это не означает, что в этом или в следующем году 50 или 60% нашей выручки, EBITDA и так далее будет формироваться этими новыми направлениями. Но это означает, что через 5-7 лет это могут быть направления, которые могут приносить в том числе и нашей индустрии десятки, а то и сотни миллиардов рублей. Надо во все стороны сразу раздеваться. Во-первых, государство, если честно, не очень хочет быть владельцем всех этих данных, потому что это достаточно дорого и, честно говоря, достаточно, как сказать, у государства как таковое все-таки полагает, что оно находится между гражданами, которые, если уж мы говорим про персональные данные, да, раз вопрос был про это, все-таки данные про людей в конечном счете принадлежат людям. И наша задача в этой части постараться разработать механизм, когда люди могут не только знать о том, что знает государство о них, но и принимать решение о том, готовы ли они этими данными делиться с бизнесом или не готовы делиться. Это точно так же, как данные, которые сдаются, например, налоговым органам, как налоговая отчетность, по идее, в другие сферы государственной политики конкретные компании не предоставляются для принятия решений другими госорганами. Ровно та же история, по большому счету, должна быть и здесь. То есть если граждане для какой-то цели дали данные государству в силу закона, неважно как, то в общем целом, это дальше их право решать, хотят они, чтобы эти данные были дальше кому-то доступны или нет. Но если мы коснемся не данных о людях, все-таки мне кажется, что это важная часть того, что есть у государства, но все-таки не то, что будет составлять основной массив данных в будущем. У нас намного больше данных по объему, например, сейчас есть в наличии, которое с людьми по большому счету не связано. Ну, собственно, о чем я говорю. То, что сегодня не упоминалось, по большому счету. Во-первых, все, что касается, например, погоды. Данных о том, вся метеорология так или иначе доступна, это сплошные большие данные, с моделями, не с моделями существуешь и черт знает с какого года. Это раз. Во-вторых, все, что связано с движением транспорта. Тут и весогабаритный контроль, и трафик, и нагрузка на дороги, и железные дороги, и самолеты, и автобусы, и все на свете. Это весь туда же относится все, что связано с навигацией, которая отчасти метеорология, а отчасти дороги. Ну, например, ГЛОНАСС, и все, что с этим связано. Таких, например, все, что все более и более активно используются в целях контроля надзора, всевозможные технические датчики. То есть, телеметрия как способ замены проверок. Если у вас дым из трубы идет, и в нем неожиданно много чего-нибудь вредного, то пока туда приедет проверка, дым из трубы либо перестанет идти, либо там будет что-нибудь другое, но не то, что мы собираемся проверять. Поэтому признание, как с видео, например, регистрации стало, признание факта доказательным, если у нас есть соответствующее изображение, вот ровно то же самое, признание, собственно, данных ООТ, то есть телеметрии, так или иначе, доказательством, юридически значимыми действиями, ну, юридически значимыми данными, достаточно для того, чтобы эти сферы получили большой рывок. И это, не беря в расчет, возможно, то, что дело даже будущего, я сейчас говорю только о том, что как бы настоящее. Что, собственно, в планах, ну, у нас планы, ну, вот про граждан сказал в части данных, связанных, не связанных персонально. Скажите, как будем делиться с бизнесом всем? С бизнесом будем делиться очень просто. Часть данных, наверное, просто откроем. Это какую? Маленькую для начала. Естественно, зачем сразу большую открывать? Если вопрос о том, будет ли государство продавать данные, нет, продавать данные государство не собирает. Если и будет возможность, то наша задача обеспечить недискриминационный доступ к данным, а пускай уже бизнес продает сервисы или оказывает сервисы за деньги на основании этих данных. Данные сами по себе, без практической их обработки, мало чего стоят. Стоимость, собственно, в пользе, которую можно их извлечь, это, собственно, вопрос бизнеса. Не задача государства эти данные. Наша задача сделать достаточную инфраструктуру, в том числе, упоминающуюся сегодня национальную систему управления данными, задача, которая связать данные в разных информационных источниках государства между собой, обеспечить их качество. И, собственно, благодаря этому обеспечить их юридическую значимость, для того, чтобы бизнес и граждане могли их использовать. И в будущем, ну, в ближайшем будущем мы предполагаем, конечно, что, если уж мы возвращаемся к тому, что было до этого, про 5G, IoT и так далее, что все-таки эта история для нашей страны, мы не Южная Корея, к сожалению. У нас площадь, с одной стороны, хорошо, что она такая большая, а с другой стороны, покрыть всю территорию страны сложновато. И мы предполагаем, что, конечно, она будет являться там, где и мы будем всячески этому способствовать, где есть спрос. Это может быть либо локальные далекие территории, пускай будет Сабетта и Ямал, либо город Москва, либо еще какие-то такого рода проекты. И то, о чем Анна говорила про регуляторные песочницы, для возможности в той или иной территории попробовать ту или иную технологию, ровно в программе цифровой экономики, в частности, тоже предусмотрен как возможность. Владислав, скажите, я подозреваю, допускаю, что не все данные будут востребованы бизнесом, поскольку бизнесу нужны только те данные, на которых они смогут каким-то образом зарабатывать. То, о чем говорил Торшест, то, что коллеги наверняка еще скажут. Есть часть данных, которые бизнесу просто не нужны, и я подозреваю, что это огромный пласт. Ну хорошо, данные о погоде они могут как-то использовать? Можно я отвечу сразу? Мне кажется, что таких данных не существует. Ага, хорошо. Анна хочет уточнить, существует или нет. Я уверен, что просто бизнес пока не очень понимает, как с этим можно было бы на этом зарабатывать, но прекрасно разберется. Нет данных бесполезных. Есть данные, непригодные для анализа в силу их некачественности или неструктурированности. Это другая проблема, мы ее сейчас давайте не будем решать. Но все структурированные данные, из которых можно извлекать выводы, они все полезны. Они не всегда должны быть прямолинейные, там, откройте мне налоговое дело товарища такого-то, и я вам сделаю скоринг. Нет, конечно. Это данные, которые могут иметь вторичный характер, но при этом, если они подлежат анализу, то из них можно сделать иногда даже более четкие выводы, чем из первичных данных. И мы это видим, например, в скоринговых моделях. Скоринг хороший пример, он, это довольно широко уже применяемая на протяжении последних трех лет технология. И телекомы, и банки, и интернет-компании все ими занимаются. Вот в роли президента ассоциации больших данных я хочу сказать, что вот как раз объединение телекомов, банков и интернета как раз дает вот этот синергетический эффект, когда мы можем на одни и те же данные посмотреть по-разному, использовать их для разных целей, при этом, как вы знаете, рынка сырых данных не существует и вряд ли он когда-либо появится или нам нужно стимулировать его создание. Думаю, что не нужно, не появится и в этом нет ни коммерческого, ни государственного смысла. Нужно стимулировать развитие именно конкретных алгоритмов и их контролировать, например, если мы хотим, чтобы это был доверенный алгоритм, мы готовы эти алгоритмы открывать для того, чтобы потом из них делать юридически значимые действия. Также стандартизация порядка хранения данных – это тоже очень важная вещь. Если здесь мы можем вступить в диалог с государством, было бы очень полезно. Если мы можем начать отрабатывать эти технологии на погоде, нас это тоже устроит. Нам нужно с чего-то начать. И дальше история успеха, мне кажется, приведет нас к тому, что мы совместно сможем уже всерьез рассматривать кооперацию на более глубоких уровнях. А как вы видите… Можно быстрого вопроса? Аня, наверное, в первую очередь. Как вы видите экосистему идеальную, которая, возможно, в перспективе сложится? Какие участники ее будут? Идеальная экосистема, извините, пожалуйста, это когда нет закрытых проприетарных моделей. И я вот очень хочу на это обратить внимание с момента выступления представителей РВК, что мы вот тут стандарт IoT разработали, теперь всем порекомендуем его использовать. Нужно и нашему государству в этом смысле поменять представление о том, как создаются экосистемы. Чем больше тяги на качественный продукт ты создаешь, тем более вероятно появится эта экосистема. Экосистема из трех участников, понимаете, это не экосистема. Экосистема должна включать тысячи и миллионы участников. И только тогда она будет сама себя развивать. Иначе, если мы объединим даже самый лучший банк, самый лучший телеком-оператор и самый лучший, я не знаю, аналитический центр, из этого экосистемы не получится. Очень маленькая. Нужно, чтобы туда приходили рыночные игроки, предлагали разные модели. Поэтому желательно, строя любую экосистему, не закрывать никакой из периметров. Нужно выставлять требования, устанавливать стандарты, но при этом разрешать присоединяться всем. Поэтому если есть какие-то области, где нужно использовать закрытый стандарт, возможно, это так. Мы просто сломали очень много копий, согласовывая концепцию интернета вещей, объясняя, например, людям из транспорта, из энергетики, из ЖКХ, что нет необходимости в закрытии этой экосистемы каким-то одним стандартом. Тем более, что он никаким образом не соотносится с другими. К данным мы относимся как к рыночному инструменту. Вообще мы не склонны относиться, рассматривать отдельные стандарты, отдельные технологии, отдельные какие-то направления, как 5G, интернет, ищи большие данные, как отдельный какой-то рынок, к которому нужно обязательно антимонопольным органам в том числе как-то специальным образом относиться. Но все-таки, как неоднократно здесь звучало, отходим от потребителя. Потребитель же не покупает технологию ради технологии, и никто из операторов не будет развивать технологию ради технологии, не будет развивать для того, чтобы подать какие-то продукты, наполнить потребителя какой-то функциональностью. Вот от этой функциональности мы отталкиваемся. И, соответственно, с нашей точки зрения, любая система хороша, любое взаимодействие хорошее, если оно открыто, прозрачно, правила всем понятны, все могут туда зайти, все могут к этому присоединиться без каких-либо ограничений. Вот мы в 2011 году появилось распоряжение правительства в рамках проведения административной реформы, где употреблялся термин технологическая нейтральность. Вот это было наше настояние, чтобы все решения, любые, принимались на базе принципов технологической нейтральности. Мы продолжаем придерживаться такого подхода и будем всегда выступать за то. Ну вот наша роль в чем? Причем, чтобы способствовать развитию рынка таким образом, чтобы все на этом рынке, на разных рынках, имели равные возможности. Чтобы каждый большой оператор и маленький игрок, и банк все могли зайти и поучаствовать ради общего блага, ради наших потребителей что-то сделали для этого. Поэтому, соответственно, какой будет стандарт, какая будет технология? Мы всегда будем выступать за то, чтобы не было никаких регуляторных ограничений, ни тем более ограничений, которые возникают вследствие договоренности нескольких участников, которые вдруг между собой решили о чем-то договориться и ограничить вход других игроков. Это вообще нарушение антимонопольного законодательства. Поэтому за этим мы будем пристально следить. Вы знаете, вот когда, по поводу больших данных чуть-чуть вставлю, когда обсуждался пятый антимонопольный пакет, который сейчас находится в правительстве Российской Федерации, изначально там было положение о праве антимонопольного органа выдавать предписания о недискриминационном доступе к данным. Был колоссальный шум, все были очень против, весь рынок был против, все были против, что ладно нам к чужим данным, ладно, доступ давайте, но к нашим никогда. В итоге согласились на том, что ФАС, вы и так имеете полномочия давать подобные предписания, только прямо об этом в законе не надо говорить, а тогда все успокоились. Я просто хотела бы подчеркнуть, что если данные, вот как мы их рассматриваем, как инструмент ведения бизнеса только, если этот инструмент ведения бизнеса будет необходим, мы будем давать предписание о недискриминационном доступе к этим данным. Если без него можно обойтись, ну тогда соответственно не будем. Мне кажется, здесь нам нужно разделять несколько вещей и большими данными или big data, да, как модно называть этот, мне кажется, даже больше бизнесом понятие. Собственно говоря, мы обычно понимаем некий обезличенный массив данных, да, никак не связанный с персональным. Почему так происходит? Ну, отвечая на этот вопрос честно, так очень удобно бизнесу. Но это правда удобно, потому что есть доступ, мы понимаем, что мы можем взять, отсортировать, отфильтровать, сделать аналитику, превратить в продукты и так далее. Сложности начинают возникать на том этапе, когда мы начинаем задумываться, а как бы не вот эти вот данные вдруг, которые мы используем, внутри себя-то персональными на самом деле не являлись. И у нас есть некое правовое поле, созданное, да, в отношении регулирования персональных данных, и есть определение, которое дается, что это фамилия, имя, имя, отчество, телефон и так далее по списку. И есть ощущение такое, что вот если там не написано, что это Иванов Иван Иванович, а дальше про него известно возраст, пол, чем занимается, на какие сайты ходит, да, как его там передвижение и все остальное, то это уже вроде бы как бы, ну и что, что известно персональными данными не является. Вопрос, к сожалению, очень спорный, законодательный на текущий момент не урегулированный, насколько мне известна позиция регулятора, тоже Роскомнадзор на это тоже неоднозначно смотрит. Поэтому здесь, ну на самом деле, да, оперируя этими данными, нужно быть, ну вот в этой плоскости очень аккуратным, а вообще в идеале бы и на законодательном уровне поговорить о том, как это определить, для того, чтобы операторы, либо другие участники рынка могли иметь права управлять этими данными, да, с ними действительно работать. Не опасаясь каких-то рисков использовать, ну в неком таком, не знаю, серой зоне персональные данные непосредственно граждан. Вот это вот, конечно, очень важный момент. И на текущий момент, ну к сожалению, да, в этой части каких-то там законодательных подвижек, ну пока мы не видим, более того, есть вообще легкие процессы, это может быть не прямая тема нашего обсуждения, использование персональных данных несовершеннолетних до сих пор не урегулировано. То есть оформляя пропуск ребенку в бассейн, законный представитель, это вот, знаете, по обычаям делового оборота вроде родители может это сделать, а по хорошему, по закону, сам несовершеннолетний это должен делать. В общем, есть много вопросов, связанные с использованием этих данных и опять-таки, если мы находимся в поле текущего регулирования, нам важно, ну то есть мы можем сделать все, что угодно, имея согласие. Вот это вот прям базовая вещь. Опять-таки, согласие пользователя, согласие абонента, согласие человека, если какой-то конвергентный продукт. Я конкретно хочу, чтобы мои данные были использованы для того, чтобы мне было, ну что-то удобно, что-то предложено, что-то сделано. И вот это вот, конечно, все истории вокруг этих согласий, как их получать, имеет ли смысл действительных получать, имеет ли смысл выводить какие-то данные из зоны персональных, либо имеет смысл вводить уведомительный порядок, как это сделано в некоторых странах для того, чтобы можно было безболезненно заниматься мониторингом активности пользователя. Ну вот это вот как раз вопрос и в том числе к регулятору. Регулятор у нас, правда, вот уже покинул один, но тем не менее, возможно, это еще вопросы для будущих дискуссий. А того согласия на обработку персданных, которые даются при их предоставлении, допустим, сотовому оператору, этого недостаточно? Недостаточно, знаете, в каком смысле. Для того, чтобы сотовый оператор внутри себя использовал их для оказания услуг связи, ну то есть когда мы заключаем абонентский договор, это окей. То есть внутри себя компания может использовать все, что угодно. Еще часто операторы для маркетинговых целей, но предусматривают такую строчку. Да, здесь как бы все, мы в правовом поле. Но как только мы говорим о некой передаче, об обмене данными между компаниями с теми же банками, да, с теми страховыми компаниями, вот здесь уже идет реальная передача. С одной стороны мы обогащаем друг друга и мы можем сделать более удобный продукт, с другой стороны мы можем нарушить. Поэтому здесь вопрос в том, как организовать опять-таки это согласие, может быть это и не так сложно сделать, но об этом не нужно забывать, а часто мы на практике видим примеры, когда возникают с этим на самом деле сложности. И вот вопрос еще опять-таки со стороны государства обсуждался. Государство обладает огромной базой данных, неважно в лице в какого органа, но вот мы, например, хотим, для чего-то они нам нужны. Опять-таки государство с одной стороны, когда выбирает некого, как мы услышали сегодня, государство это дорого и неинтересно, вообще не хотим этим заниматься. Назначается некий оператор, можно передать коммерческой организации, которая может этим всем делом управлять. Но это опять-таки это вопрос исполнения государственной функции, которая отдельно отрегулирована и где нет вот этой вот серо-неурегулированной зоны. Как только мы возвращаемся к вопросу о том, можно ли это передать бизнесу, опять-таки, если это можно, если есть желание, если есть инструменты защиты этих данных, ну тогда это нужно разрешить, потому что иначе у того же бизнеса опять-таки возникают риски. Я бы хотела начать с того, что мне вообще не очень нравится название отрасли большие данные, бигдейта. Мы сами, как мне кажется, немного себя в угол загнали. В принципе, мы не стремимся к тому, чтобы аккумулировать данные. Я сейчас больше говорю про Теле2, но на мой взгляд, правильнее было бы называть эту отрасль когнитивные вычисления, куда входят они только бигдейта, но и искусственный интеллект, машинное обучение и много-много других вновь зарождающихся вещей. Почему это очень важно? Действительно это упоминалось. И нам действительно не нужны для анализа персональные данные. Все, что мы анализируем, это некий цифровой отпечаток клиента. И это первый уровень, о котором мы говорим. Нам совершенно не важно, сколько реально ему лет, какого он пола, какой род занятий у него. Важно, как ведет себя клиент. Но это еще не все. На самом деле нас не интересует индивидуальный клиент как личность. Нас как раз интересует возможность агрегировать определенные типы паттерна поведения в сегменты и уже работать вместе с сегментами. Я теперь хочу сказать о том, что мне сегодня было приятно услышать, когда во время первого заседания Теледва назвали очень прагматичные компании. Это действительно так и к работе с когнитивными вычислениями это также относится. Когда чуть больше двух лет назад мы открыли у себя проектный офис, мы его создавали не с целью «Давайте пособираем данные». Наша задача была «Давайте попробуем заработать». И, наверное, не будет большим преувеличением сказать, что все эти два года мы, нанимая сотрудников, выбирая проекты, которыми мы занимаемся, недалеко от себя держим наших финансистов, которые регулярно подсчитывают маржинальность. Это хороший такой для нас дисциплинирующий фактор. В результате в конце первого года мы уже с учетом внутренней и внешней монетизации окупили полностью не только персонал, но и капитальные затраты. И сейчас мы продолжаем сами зарабатывать на свое существование и развитие как раз теми проектами, которыми мы занимаемся. При этом, если говорить про внутреннюю монетизацию, мы начинали с конкретных проектов, до которых у самого бизнеса дошли руки, а именно как раз до предоставления релевантных предложений. Как, наверное, коллеги знают и подтвердят для оператора самый главный кошмар – это когда недостаточно качественное исполнение политики контактов приводит к выжженной базе. Вот нам очень важно, как мы контактируем с клиентом, не беспокоим ли мы его тем, что ему не нужно. Как, например, высокодоходному клиенту предлагать потребительский кредит. Вот сегодня приводился пример. Это первая задача, которую мы сделали. Дальше мы пришли к тому, что уже ни одна базовая станция и ни один магазин не строится и не открывается без предварительного анализа. И вот здесь как раз возникает та отрасль, которая, на мой взгляд, будет расти гораздо быстрее, чем она показывала рост сейчас, а именно использование геоаналитики не только для внутренних, но и для внешних целей. Вот пример можно привести Европу, когда ввели очень жесткие требования GDPR, европейская директива по защите персональных данных, именно агрегированные данные геоаналитические получили огромный толчок для развития. Мы видим в этом не только преимущество для себя, но и для наших клиентов. А кто может быть нашими клиентами? Это и бизнес, но это и государство. И в частности мы помогаем, например, в строительстве «Умного города». Наверное, чтобы привести какую-то конкретику, я вкратце приведу два примера, можно анализировать посетителей массовых мероприятий для того, чтобы лучше подготовиться к будущим. Скажем, регулярным делом один из свежих относительно примеров – это анализ футбольного матча «Зенит-Венербахче», где мы определили, это было в феврале в Питере, естественно, что большая часть людей пришла на этот матч с двух станций метро, около 60%, а небольшая часть пришла пешком и совсем немного приехали на автомобили. Мы также увидели, что большая часть посетителей была из Петербурга, но также приезжала из Северо-Запада. Это очень полезные данные для того, чтобы готовиться. Свет, прости, пожалуйста, а вот сколько на этом можно заработать? Ну, примерно, не знаю, миллион рублей за раз, за год? Это очень интересный вопрос, поскольку рынок находится на самых истоках, цена образования еще не установилась. И здесь я бы сказала, что это, наверное, даже больше рынок продавца, чем рынок покупателя, потому что зачастую, начиная диалог с нашим клиентом, мы показываем какие-то стандартные кейсы, а в процессе выясняется, что ему нужно больше и больше. И вот как раз возможность для продажи именно агрегированной аналитики, не данных, а именно агрегированных вычислений, она поистине безгранична. Поэтому тут, наверное, еще рано что-то говорить про ценообразование, но давайте через год это обсудим. Вот совсем последнее, что я хотела сказать. Меня очень взволновала дискуссия, которая была на прошлой сессии. Я не планировала об этом говорить, но теперь не могу. Частоты? Нет, когда это была беседа Василия и Сергея. Мы вот беспокоимся о том, что мы каким-то образом злоупотребляем данными пользователя. Но я надеюсь, что я и коллеги, мы все-таки по возможности развели это опасение. А вот когда мы говорим про искусственный интеллект, начинаем подсчитывать, сколько людей можно будет уволить. И вот, на мой взгляд, это как раз очень большая проблема, потому что искусственный интеллект в нашем сегодняшнем понимании подразумевает какую-то дегуманизацию. Почему это проблема? Для работодателя это хорошо, эффективность бизнеса повышается. Как раз, на мой взгляд, это очень плохо, потому что долгосрочные прибыльные компании демонстрируют очень уважительное отношение к сотрудникам. Я думаю, что такие примеры, как Uber, которые мы любим в качестве уроков приводить, они в том числе известны тем, насколько ужасно компания обращается со своими контракторами, которые даже не сотрудники. Понятно, что для компании это выгодно, можно не платить налоги социальные, можно не платить регулярную зарплату и при малейшем неудобстве… Слушайте, давайте не забывать все-таки, что бизнес, в нем существует этическая сторона, но она для бизнеса вторична. Задача бизнеса – показывать определенные финансовые показатели. Абсолютно верно. Но что важно… Здесь у нас противоречия, и бизнес, скорее всего, будет его решать в сторону сокращения. Можно с этим спорить, но это уже сейчас есть, причем это есть в России, в том числе в компаниях, которые присутствуют здесь на сцене, я не буду их сейчас называть, но тем не менее. Да, проблема есть, но тут очень важно развивать людей, и что самое главное, наверное, что мы все с вами говорим, что у нас даже в стратегии это прописано, я уверена, что у всех вас, что самые главные интересы, в чьих интересах мы работаем, это наши акционеры. Но мы также работаем и в интересах клиентов… Светлана, очень много оппонентов у вас появляется по ходу, надо дать ему высказаться. Вот когда мы говорим, что мы работаем в интересах клиентов, наши клиенты – это ваши сотрудники, и наоборот. Чтобы мы могли продолжать работать в интересах клиентов, разрабатывать на них, очень важно все-таки сохранять и переобучать, и в принципе хорошо обращаться не только с клиентом, но и с сотрудником. Вот это то, во что мы верим. Мы очень внимательно следим за новым рынком, который ставится по поводу экономического оборота данных. Вот пример. Закупка по 223 закону, крупная корпорация покупает услуги, адресные, рекламные рассылки, требования. Это к вопросу, что нам без разницы, возраст, пол, требования. Рассылка людям от 25 до 40 лет, мужчинам, которые проживают, ходят, работают или ездят в районе, и очерчен четкий ареал, которые платят не менее чем в месяц за услуги связи, которые платят в кафе не менее чем в месяц в ресторанах, и вот тогда им покупать… Вы знаете, это был дорогой контракт. Я к чему? Вы знаете, справедливо, когда при обороте данных выгоду получают все стороны, которые так или иначе имеют к этому отношения, к сожалению, сейчас мы видим, что в складывающихся экономических отношениях выгоду не получают сами субъекты, которые эти данные кому-то отдали. Знаете, для потребителя очень приятна модель, когда он свое внимание обменивает на какие-то блага, свои данные обменивает на какие-то блага. Например, либо ты платишь комиссию за банковский перевод, либо ты смотришь рекламу на банкомате. Сейчас, к сожалению, большинство субъектов, которые оборачивают обезличенные данные, не делятся со своими потребителями деньгами, либо какими-то благами с теми, кто эти данные дал. Вот мы бы хотели чуть-чуть обратить на это внимание, что было бы справедливо, если бы операторы немножко делились деньгами со своими абонентами, которые дали эти данные. Нужно начать с того, что вы вот сейчас, задавая вопрос про персональные данные и большие данные, смешали погоду, IOT и фамилии, имя, отчество гражданина. Было такое. Именно от того, что пресса так делает, у людей непосвященных создается впечатление, что операторы, банки или интернет-компании нарушают законодательство о персональных данных. Нет, не нарушают. Данные в агрегированном виде нам очень нужны. Тот пример, который сейчас привела Елена Александровна, не приводит нас к конкретным фамилиям и именам, отчествам этих женихов, о которых вы сейчас говорили, очень видных. Да, тем не менее, это множество. Да, и не нужно, нельзя от этого множества перейти к конкретному Ивану Ивановичу и предложить ему руку и сердце. Поэтому, уважаемые журналисты, не мешайте бизнесу, не смешивайте понятия персональных данных и агрегированных данных, потому что мы, в первую очередь, работаем на агрегированных данных. По поводу размера рынка. Есть более-менее консенсусная оценка. Никто не раскрывает эти цифры из участников рынка, но, поговорив с консультантами, мы в ассоциации пришли к выводу, что сейчас рынок больших данных составляет от 10 до 30 миллиардов рублей. И что в перспективе пятилетнего он вырастет как минимум в 10 раз. Мы сейчас планируем более глубоко проработать стратегию развития рынка и осенью анонсируем вам результаты уже глубокой работы и анализа. Но, тем не менее, 80% из этих 10 миллиардов рублей составляет внутренняя оптимизация продукта этих игроков. То есть банк предлагает вам персонифицированное предложение о кредите, оператор предлагает вам отдельно пакеты данных или смс или голос, то, чем вы пользуетесь. Также предлагает вам услуги своей экосистемы, у каждого она разная, но это, как правило, там и телевидение, и платежные сервисы и так далее. Поэтому, Елена Александровна, вы не правы, говоря о том, что потребитель, который соглашается на то, чтобы его данные были использованы, не получает блага, от этого получает. И вместо того, чтобы, как Светлана говорила, долбить кого-то нерелевантными предложениями, он получает конкретное, свое выгодное, непубличное предложение, которого в рынке нет. Если нужно посчитать и доказать эти эффекты, мы можем это сделать. Это, в принципе, для вас будет доступно, мы можем обсудить методику, как мы это будем считать. Поэтому давайте просто, если мы хотим при этом, чтобы рынок рос и чтобы этот… Есть ли какая-то отрасль экономики, которая в перспективе 5 лет вырастет в 10 раз? Мне не встречалось. Большие данные, IoT – это именно те отрасли, в которых мы будем наблюдать такой рост. Если только не убьем регуляторикой, если только не будем опасаться, а как же гражданину донести, что он, значит, сам может распоряжаться своими персональными данными, понимая при этом, что, приходя в банк или в страховую компанию, мы получаем предложение о кредите или о страховке. Банк нас спрашивает, если вы хотите, чтобы мы вам предоставили пониженный процент, дайте, пожалуйста, согласие на обработку ваших персональных данных, мы запросим у рынка скоринг по вам. 99,9% потребителей, а, получают от этого выгоду, б, соглашаются на такое предоставление данных. Безусловно, нам нужно дать клиенту выбор. Но то, как в черный цвет красят, значит, страшных этих обладателей баз данных, которые непонятно зачем против воли гражданина отнимают у него личность, да, на самом деле это все делается для выгоды самих потребителей. Поэтому посмотрите на это чуть-чуть по-другому и в позитивном контексте. Мы хотим растить рынок? Хотим. Мы хотим давать персонифицированные предложения клиентам? Хотим. Клиенты этого хотят? Да, конечно. Если для этого нужно подписать три бумажки о согласии, которые никто не читает, я уверена, кроме фанатов юристов, да, давайте это сделаем. Но не нужно при этом создавать барьеры, дополнительно пугать или писать, что мы сейчас украдем все личности у граждан. А вот прям совсем маленькую ремарку к тому кейсу, который привела Елена Александровна. Я понимаю вашу критику по смешанию персональных и неперсональных данных. Вот на случай, который описала Елена Александровна, когда приводится очень подробный набор характеристик, в адрес которых хотят оказать какую-то услугу, как, на ваш взгляд, бизнес стоит к этому относиться? Если мы излишне демонизируем, то как стоит, когда человек просто попадает под какую-то категорию и, соответственно, из-за этого получает какой-то объем информации, который продали, купили? Он не получает объем информации. Он получает, ну вот, например, привожу вам конкретный пример. Сейчас очень популярный продукт. Называется «Большие данные для планирования туристических потоков». Там определяется, что туристам нравится ездить в Нижний Новгород и посещать вот такие вот места. Как правило, это молодые люди с детьми в возрасте до 7 лет. Никто им ничего не рассылает. Им просто открывают дополнительное кафе, спортплощадку, ставят качели и расширяют парковку. Вот что происходит. Арташес, позиция в импелкома по поводу правовой, по поводу возможностей и по адресу, если есть мнение. Я на самом деле хотел бы вернуться к твоей фразе, которая, так сказать, немножко ввергла меня в расстроенные чувства. Ты, когда говорил, сказал о том, что бизнес на самом деле очень эгоистичен, и вопрос, связанный с развитием искусственного интеллекта, приводит к тому, что бизнесу все равно, что будет происходить с людьми и так далее. Я с этим совершенно не согласен. Была моя провокация. Я считаю, что бизнес в переводе на русский язык это дело, и нам пора уже так его начать называть, имеет в основании своем огромную созидательную ценность, которая направлена на человека. И мне бы очень хотелось, чтобы мы в терминологии использовали те слова, которые мы одинаково понимаем, потому что если мы считаем, что дело, которым занимается огромное количество людей, здесь представители, на самом деле предприниматели с большим опытом, с большим количеством лет, которые они инвестировали в это, если мы считаем, что эти люди думают о том, как, так сказать, поднять свою экономическую эффективность за счет того, чтобы в прямом смысле причинить кому-то дискомфорт или боль, то мы ошибаемся. На нашем примере я могу сказать следующее. У нас было 23 тысячи человек на 2015 год. С точки зрения развития искусственного интеллекта, больших данных, в том числе для внутренних решений и так далее, мы пришли к тому, что у нас сейчас 28 тысяч человек. Поэтому мне бы очень хотелось, я хотел бы это подчеркнуть, чтобы мы не рассматривали бизнес как, собственно, субъект, который стремится сократить персонал за счет внедрения новых технологий. Если перейти в область тяжелого промышленного производства, я себе слабо представляю, какие датчики будут стоять у доменной печи. Или когда, так сказать, кто будет бурить, так сказать, в удаленных регионах, или там кто будет прокладывать кабеля и так далее, и так далее. Поэтому хотелось бы просто, у меня, тем более, Кость, ты сам, в общем, предприниматель, хотелось бы, чтобы просто было уважение к бизнесу с точки зрения того, чем мы занимаемся. Мы создаем рабочие места, мы создаем ценность, мы пытаемся через это созидательное действие в конечном итоге заработать на улучшении качества жизни людей. И это делают все. И банкиры, и телекомоператоры, и страховые компании, и даже некоторые ассоциации пытаются это делать. Поэтому я бы от себя только такое замечание сделал, потому что мне лично было это очень неприятно услышать. Но еще раз, да, это моя провокация была, прошу прощения за нее. Я правильно понимаю, что по факту мы говорили уже о том, что создаются новые рабочие места в мире. Мы на практике видим, что даже в тех компаниях, которые являются инфраструктурными для этих новых отраслей, это и для вас также создает новые рабочие места, то есть расширение экономики внутри предприятия. Правильно? Мы создали с нуля подразделения, которые в свою очередь приводят к появлению таких же людей в функциональных подразделениях. Соответственно, мы набираем новых людей и учим своих. А я хотела обратиться к Алексею с вопросом. Вот операторы, мне кажется, сегодня очень активно отстояли свое право на работу с данными разных видов и сортов. Хотела узнать, насколько на каком-то стартующем, развивающемся рынке, то есть на рынке стартапов и небольших компаний, это настолько же актуальная тема. То есть насколько распространены компании, которые хотели бы тоже заниматься обработкой данных. И есть, как вы считаете, есть ли какая-то синергия потенциальная в объединении усилий, например, операторов с их большими и амбициями, уже навыками работы с данными и вот этих небольших компаний, которые только начинают этот путь. Как вы оцениваете перспективы? Кратко ответ. Да, очень и тому подобное. Через российскую венчурную компанию, которая сама по себя управляет почти тремя десятками фондов, проходят многие тысячи проектов. Мы также являемся заказчиками нескольких больших отраслевых, независимых друг относительно друга исследований, иногда даже к нашему удовлетворению противоречащих друг другу. Таким образом мы считаем, что обладаем довольно широким, а может быть максимально широким для российского рынка взглядом на то, что делается в сфере технологического предпринимательства. Что вы этим взглядом видите про большие данные, про компании, которые на этом специализируются? Мы видим, что порядка 75% стартапов вообще имеют своей такой базовой индустрии IT. И, безусловно, совершенно верно здесь прозвучал тезис, ядром этих бизнесов, таким core технологий является big data и искусственный интеллект. Это самые горячие темы, в которые а. инвестируют фонды и бизнес-ангелы, и б. темы, которые развивают предприниматели, связывая с ними, совершенно верно были озвучены амбициозные цифры, ядро роста экономики вообще, ну и предпринимательского успеха в частности. Порядок в горизонте 5 лет – это те темпы роста, в которые сейчас рынок инвестирует. Это high-end, а все остальное, можно сказать, там, безусловно, периферия и такие нишевые решения на стыке иных отраслей. Поэтому, безусловно, телекомы и потребители будут испытывать в позитивном смысле колоссальное давление инноваций, новых продуктов и технологий, из которых мы все сможем вольготно выбирать наиболее привлекательные и релевантные бизнес-моделям конкретных операторов. Хорошо, коллеги, спасибо. У нас еще есть время поговорить относительно облачных решений. Да, спасибо большое, Анна. Я последний комментарий про Big Data, пока мы не ушли. Тоже хотела поддержать коллегу, что крупнейшие игроки на рынке данных понимают, что им для создания тех экосистем, про которых мы говорили вначале, нужно поддерживать стартапы в их желании и пробовать разные модели. Поэтому, несмотря на огромное количество регуляторных ограничений и рисков, одна из задач, для которой мы собрались в ассоциации, это как раз песочница данных. И здесь мы договорились о том, что на базе инструментария, которая есть у участников, мы сделаем такую песочницу, предоставим туда сначала исторические данные, потому что актуальные данные всем страшно, но исторические данные, которые мы попробуем обогатить между различными отраслями и дать эту среду для того, чтобы стартапы, которые вы выращиваете, могли бы попробовать свои модели и посмотреть, насколько это действительно будет работать с точки зрения алгоритмов, качества, секьюрности их и так далее. Мне кажется, что нам всем действительно нужно поддерживать это направление, хотя начнем мы, наверное, с погоды или каких-то более актуальных, не персонифицированных данных, потому что в связи с тем, что так вот эта охота на ведьм у нас разогнана, страшно, 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 то каждый боится первым погрузить в песочницу данные. Поэтому обращаюсь к вам здесь за поддержкой, что и правильным информационным фоном. А вот у меня как раз в связи с этим вопрос, тоже, когда я обсуждала с коллегами на рынке, и мне тоже говорили про охоту на ведьм и прочую специфику, мне говорили о том, что на самом деле для того, чтобы составить полноценный профиль клиента, обезличенный, просто абстрактного клиента, какие-то рыночные данные обезличенные эффективно синергируют между собой, то есть они много добавляют к профилю клиента, а какие-то на самом деле столь схожие по логике, что объединять их особого смысла не имеет. Вот придумывая вашу песочницу или начиная работу над ней, вы нашли какие-то такие сферы данных, которые вам кажется, вот это было бы очень интересно объединить, а вот это, например, мы и так все знаем в равных пропорциях. Знаете, мы не думаем, что мы самые умные, мы думаем, что инновации, они, собственно, для того и инновации, чтобы люди пробовали разные. Поэтому наша задача – сгрузить туда доступные для анализа обогащенные данные друг друга и дать компаниям, которые ищут новые бизнес-модели, попробовать. Нет, мы заранее рецептов не придумываем. Все рецепты, которые придумывают участники ассоциации, они реализовывают внутри своих бизнесов. Им для этого никакая песочница не нужна. – Хорошо. Коллеги, возвращаясь к вопросу про тарификацию, я, так понимаю, никто больше не готов относительно тарификации больших данных говорить. Хорошо. Очевидно, эта тема действительно, похоже, что не этого года. У нас еще есть тема облачных сервисов. Мы, как аналитическая компания, делаем прогнозы развития рынков с точки зрения того, где деньги зарыты и где можно будет зарабатывать, если смотреть про бизнес-направление. Как так у нас получается, что про B2B сервисы в первую очередь говорим с точки зрения заработка сервис-провайдеров. Основным источником роста в абсолютах будут именно облачные сервисы. Да, большие данные будут развиваться быстрее за счет эффекта более низкой базы, более компактной. Но в количестве миллиардов рублей, которые будут новыми в ближайшую пятилетку, это, в первую очередь, облачные сервисы, это как СААС, всевозможные программные решения, как услуги, так и ИАС, то есть, по сути дела, инфраструктура. Операторы так или иначе этим занимаются, и здесь мы видим как раз наиболее высокие перспективы с точки зрения рынка в целом. Но опять же, это в первую очередь рынок не операторов связи, а рынок операторов центров обработки данных. Но тем не менее, мы имеем сейчас на сегодня миграцию операторов, вернее, эволюцию операторов поставщиков и к это решение, как говорил Арташес, что сейчас может быть единица процентов, но в пятилетней перспективе это большие объемы. Какая ставка делается сейчас на ИАС в случае вашего бизнеса? Кто готов говорить об этом, если мы говорим про операторов связи сейчас? Арташес? Мне кажется, это достаточно естественно развивающийся рынок. Мы видим такую очень двузначную динамику темпов роста облачной АТС, которой в принципе у нас в портфеле три года назад не было. Если говорить об облачных решениях и о том, почему мы идем в это направление, все очень просто, потому что есть естественный спрос. Очевидно, что рынок в B2B и его части мигрирует в сторону облаков в разных совершенно сегментах с разной скоростью. Если это какие-то крупные федеральные структуры, то это, как правило, какие-то самостоятельные проекты, как в Сбербанке, там Сбертех в свое время был создан и на его базе возникло огромное количество разных интересных решений. Если мы говорим о бизнесе среднем и небольшом, то, в общем, опять же, это экономия расходов, это повышение своей операционной эффективности, рентабельности, сокращение стоимости, привлечение клиентов, поэтому я точно уверен в том, что этот рынок будет развиваться. Также я хотел бы сказать, что прежде чем принимать решения, мы безусловно изучаем опыты более развитых экономик, более развитых стран и хотел бы отметить то, что буквально, так сказать, не так-то, в общем-то, в принципе, давно, 20 лет назад этого рынка в Штатах тоже не было. Он начал появляться и активно развиваться в начале 2000-х годов. Одним из первых бенефициаров рынка облачных технологий стала как раз компания Amazon. Ее реальный кэш, поток, реальные деньги, которые эта компания зарабатывала, она как раз зарабатывала на облачных решениях. Была там миллиардная в долларах прибыль, по-моему, до сих пор сохраняется и так далее. И рост этого бизнеса, он в первую очередь был обусловлен с миграцией из классической такой хардвер-инфраструктуры в облачные, так сказать, решения. И как следствие, когда, так сказать, те провайдеры, которые в свое время зашли на этот рынок и заняли на нем определенную долю, они, в общем-то, кратно выросли. Мы в этот рынок верим. Я не верю в то, что в России он будет там триллионы в ближайшие 2-3 года. Это неправда, не будет. Я считаю, что он будет развиваться также двухзначными темпами, но при этом его емкость рынка, она будет сильно зависеть от того, насколько крупнейшие компании в стране, у нас так экономика устроена, у нас менее 10% предприятий формируют 75% экономики. Так вот, насколько крупнейшие компании в стране будут готовы иметь открытую архитектуру и открытые платформы для потребления облачных услуг. Если они будут выходить на рынок, то этот рынок будет безусловно огромным. Если они будут делать это in-house, то есть своими руками, что тоже имеет право на существование, то мы говорим о том, что нам останется только, так сказать, играть с теми, кто не способен создать для себя эту инфраструктуру самостоятельно. Это мое субъективное мнение, мы вот с этой позиции живем. Я бы хотел дополнить еще, что здесь крупнейшим драйвером будет государство, поскольку там огромный спрос на заказы и, возможно, этот рынок будет доставаться не всем. Себастьян, относительно инфраструктуры решений для операторов, для операторов цодов облачных, что здесь есть неочевидное для нашего рынка, что готовы предложить или вы, или вендорский рынок в вашем лице в целом. Какие у нас есть возможности для этого рынка, применительно к России в том числе? Я думаю, что то, что наша стратегия – это использовать технологии клауд, прежде всего, чтобы делать обслуживание и эксплуатации сетей более эффективны. И мы сейчас работаем со всеми нашими операторами, не только в России, во всех странах мира, чтобы трансформировать существующую инфраструктуру, которая базируется на старейшей технологии, где софт и хардвер очень сильно развиты вместе. И сейчас мы стараемся вместе с операторами строить более горизонтальные решения, где все приложения могут развиваться отдельно, но использовать общую инфраструктуру. И это дает, конечно, оператору возможность более гибко развивать новые услуги и сократить расходы тоже. Я хотел бы тоже сказать некоторые другие слова по другой технологии, которая используется сейчас тоже в области обслуживания сетей. Это именно искусственный интеллект и машинное обучение. У нас сейчас новые решения, потому что как технологии развиваются, становится тоже сложнее и сложнее обслуживать сетей, более комплексные решения, больше компетенции требуется, чтобы действительно хорошо и эффективно развивать и обслуживать сетей. И сейчас мы используем искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы действительно собирать данные из сетей. Это не частные данные, а именно данные сети. Как используются данные, какие проблемы есть в сети. И чтобы система сам учится, как сет работает. И сам принимает решения, делать новые настройки, чтобы автоматически все время улучшить качество услуги связи. Хорошо, спасибо. Коллеги, у нас есть некоторое время, как мы говорили, для вопросов из зала. Если у кого-то есть желание что-то спросить, пожалуйста, поднимайте руку, к вам подойдут с микрофоном, представляйтесь. Далее Салуин, Джейсин и Партнерс. Я бы хотел немного поговорить с операторами на тему социальной ответственности. Возможно, такой неожиданный будет для вас вопрос. Сейчас в Южной Корее, точнее не сейчас, даже несколько лет назад, там были приравненные геймеры к наркоманам и алкогользависимым людям. А с другой стороны, мы видим, что практически все операторы, включая национальные операторы Ростелеком, активно развивают направление игровое, спецтарифы и так далее. Как вы считаете, насколько ваша ответственность за это направление нужно здесь регулировать или нет? Я предвижу, что нет. Но, тем не менее, в стране, такая как Южная Корея, высокоразвитая, там эту проблему признали, и там есть определенные законы, которые ограничивают, скажем, онлайн-геймерам доступ с нуля часов до шести утра. Спасибо. Вот мне кажется, как раз Телекома в последнее время предоставляет такие услуги, как родительский контроль, как возможность отслеживания приложений, которые использует ребенок, они здесь совпали, наверное, в своих бизнес-интересах с социальной ответственностью. И, в принципе, как раз операторам выгодно и родителям удобно пользоваться вот такими услугами. И Телеком, как никто другой, может как раз позволять контролировать внутри семьи, как происходит использование приложений. Вот я думаю, что тут скорее социальная ответственность должна расти в наших семьях, потому что технологически все ресурсы для того, чтобы ограничивать геймеров, для того, чтобы тратить не больше определенного количества времени на сидение в интернете, все это есть. Должна созреть потребность в обществе. Так что мы со своей стороны поддерживаем, готовы поддерживать и предлагаем такие услуги, как родительский контроль, отслеживание перемещений ребенка и тому подобных. А если все-таки говорить об этом, как о некоем коммерческом рынке и перспективе развития сферы развлечений, просто в каких-то рамках заданных условиях, может быть, у коллег с точки зрения коммерции и будущих кейсов развития технологий есть какой-то взгляд на проблему игровых каких-то платформ и пользователей их? Коллеги, РТШС. Большое спасибо за вопрос. Это очень глубокий и интересный вопрос. Вы знаете, я сейчас, когда анализирую, как я на самом деле отношусь к тому, о чем вы говорите, у меня два аспекта в голове. Первый – один из последних фильмов Спилберга, где, так сказать, все находятся в виртуальной реальности, и весь фильм крутится вокруг того, что люди перестали жить, потому что это дорого, и они просто все время играют в игру. Причем кульминация фильма в том, что тот, кто побеждает в этой игре, он становится супербогатым, но, в принципе, все дальше продолжают жить, так сказать, в очень условно-комфортных условиях. И вы знаете, если так повспоминать, что мы смотрели 20-30 лет назад, оно в нашей жизни все случилось. Я сейчас не шучу. Если повспоминать, что мы смотрели 15 лет назад, вот еще лет 5 и оно случится. Поэтому сейчас это может показаться там абсурдом и футуризмом, но мне почему-то кажется, что, в принципе, мир очень активно движется в этом направлении. Как я к этому отношусь? Как я могу к этому относиться? У меня четверо детей, и я, наверное, не очень хочу, чтобы мои дети в ящиках играли в какие-то, так сказать, игры, тем более там с 12 до 6 утра. Как мы относимся к этому с точки зрения корпоративной? И вот Светлана об этом сказала, это очень важно. Должен созреть соответствующий в обществе запрос. Я считаю, что мы, как операторы, я уверен, другие операторы к этому присоединятся, точно не готовы вредить или потворствовать тому, чтобы вредить качеству жизни вообще людей, тем более детей, потому что в основном геймеры – это люди достаточно молодые. Поэтому если у вас есть какие-то конкретные предложения или решения, которые могли бы нас правильно двигать в будущее, мы вам будем очень признательны. Сказать сейчас, что у нас там проработано все, все процедуры и все остальное, мы завтра готовы к тому, что мы все ограничим или от чего-то откажемся, было бы просто неправдой. Направление развивающееся, оно с коммерческой точки зрения, безусловно, очень интересно. Как сделать так, чтобы оно не вредило здоровью – это очень важный вопрос, и я считаю, что над этим нам еще предстоит очень всерьез поработать. Вот, наверное, такой ответ. Как человек, живший в золотую эпоху расцвета игровой индустрии в Южной Корее, будучи студентом, и могу сказать, что масштаб проблемы там не сопоставим с тем, какова проблема это в России. Сам было, что с товарищами, с одногруппниками просиживал, там проблема в том, что ты всю ночь сидишь и играешь, от этого может страдать твоя учеба, и бизнес, вернее, работа, если ты это делаешь. И там была поддержка всей этой истории на государственном уровне, вплоть до высказываний тогдашнего президента Ким Де Джона относительно, точно фразу не помню, но в том ключе, что игровая индустрия, геймерство – это те цветы, которые вырастают на клумбе IT, отрасли вообще, и насколько это все прекрасно и так далее. Но, собственно, они это сейчас получили, и теперь вынуждены жестко это регулировать. Ну, с азиатским, с корейским акцентом это все делается. В России, я думаю, что да, коллеги высказались.